Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 30 октября и только что я снимала вам видео о остром перце колокольчики и говорила, что я выращиваю его в первый год и поэтому он у меня не вызрел. Я не знала, что оказывается его нужно было раньше сеять, чем обычные перцы. Такая же история у меня получилась с перцем рамира. Прекрасный, урожайный, был весь увешан плодами, но, к сожалению, вызрел не весь, а, если точнее сказать, вызрела малая часть, а большинство перцев остались в зеленом виде. Вот у меня тут, я все-таки их, ну как сняла, даже и большие, и маленькие, их было очень много, очень-очень-очень много. Я все-таки надеюсь, может быть, он немножко покраснеет, потому что есть в зеленом виде, я его не... ну не охота, он такой неприглядный, темно-зеленый. Ну, когда он поспеет, конечно, он очень вкусный. Это сладкий перец, я уже показывала вам, вот по совету одной зрительницы, я его даже фаршировала, его можно и фаршировать, и в салат. Мне очень понравился урожайный, они вот такие огромные, обилие плодов. Видите, как вот у меня рука, а вот перец, как сабля, он в два раза длиннее ладони, очень длинный, такой тяжелый. Я вот эти перцы, видите, они у меня уже сморщинистые, но, как обычно, выдерживаю, чтобы получить качественные, зрелые семена. Семян, конечно, нынче будет очень мало. Если бы поспели все, хватило бы, наверное, всем, я его нынче даже в каталог не выставляю, потому что, ну, очень мало семян. Так, кому повезет, себе, конечно, оставлю на развод. Очень понравился. Спасибо человеку, который уделил мне несколько семечек этого перца. Теперь, наверное, он останется в моем огороде навсегда. Я все равно приноровлюсь к нему на будущий год, буду садить намного раньше своих обычных перцев. Смотрите, перец сабля. Это у нас перец рамира. Тоже у нас он иностранец, гость с других далеких жарких стран. Но, оказывается, и в Сибири можно вырастить перец рамира и дождаться его биологической спелости. Просто посеять нужно чуть-чуть пораньше. Это и будем делать в этом году. Буду прямо в январе сеять. И вот этот колокольчик очень понравился. Ну, и грушечный перец. И этот вот перец сабля рамира. Очень тяжелый такой. Все, это вот краткий обзор. И в основном хочу сказать в этом видео то, что все-таки разные перцы нужно сеять, конечно, в разные сроки. Вот это для меня новинки. Я нынче опростоволосилась, высеяла их вместе с нашими, даже, может быть, чуть позже, с обычными перцами. А их, оказывается, нужно сеять намного раньше, потому что у них очень длинный вегетационный период. Особенно вот этот, представьте, когда он сформирует вот эти огромные свои, когда они поспеют, ему нужно времени немножко побольше. На будущий год будем исправлять все эти ошибки. Как видите, у меня тоже много ошибок и много недочетов. Я не боюсь о них сказать. Если вот не получилось, значит, не получилось. Колокольчик поспел только тот, который в ведре. А рамира поспели только те, которые в первую очередь завязались и которые висели долго на плодах. А на втором, на третьем ярусе так и остались зелеными. Очень жаль. Все, до свидания. На будущий год будем все это делать по-другому. Будем учиться на своих ошибках и не повторять их. Субтитры сделал DimaTorzok